Здравствуйте! Очень многие девушки часто избегают тренировок в тренажерном зале со штангой, гантелями и на специальных станках, оправдывая это тем, что боятся стать мужеподобными. То есть многие девушки по какой-то причине думают, что если они только прикоснутся руками к штанге или гантелями, то у них сразу же мышцы начнут расти, как у мужчин. Это приведет к тому, что они потеряют свою женственность, а вместе с ней свою привлекательность. В общем, девушки готовы себя изматывать часами на танцах, на беговых дорожках, на каких-то непонятных, сомнительных процедурах. В общем, делать все, что угодно, кроме самого эффективного для решения поставленных перед ним задач. Мы про это уже, кстати, как-то говорили. Вспомните, я как-то вам рассказывал, что если вы хотите добавить какой-то объем в какой-то части вашего тела, ну, например, в ваших ягодицах, то нет ничего даже близко похожего по эффективности с бодибилдингом. Если вы хотите добавить мышц к какой-то части вашего тела, то все остальные процедуры, помимо бодибилдинга, будут слабым, таким, блеклым подобием. Ведь телостроительство, бодибилдинг, это, в общем-то, та вещь, которая была придумана для целевого решения поставленных перед вами задач. Меня часто спрашивают, Денис, Денис, но как же быть с теми дамочками, которые выступают на соревнованиях по женскому культуризму? Вот, смотри, они подняли эти штанги, а теперь на кого они похожи? Они же на транссексуалов похожи. Ну, что вам сказать? Да, похожи, действительно похожи на транссексуалов. А я у вас спрошу, как вы думаете, когда человек одного пола становится похож на человека другого пола? Не знаете? Вот я вам отвечу. Это происходит тогда, когда человек одного пола начинает использовать половые гормоны человека другого пола. То есть, если мужчина начинает использовать женские половые гормоны эстрогены, то он как бы становится более женственный и рыхлый. Не только с точки зрения внешности, но даже с точки зрения его психологии. И другая сторона медали. Если женщина начинает использовать мужские половые гормоны, тестостерон, да, это вот и есть анаболические стероиды, то, соответственно, она теряет свою женственность, потому что она начинает постепенно превращаться в мужчину. В общем-то, и в первом, и во втором смысле, ну, это действительно транссексуалы. Только почему-то, если мужчина колет женские половые гормоны и делает там себе силиконовую грудь, мы это называем больным человеком и транссексуалом. А если женщина делает то же самое, мы называем ее почему-то спортсменкой, культуристкой. Но суть-то, в принципе, не меняется. Ну, вы, наверное, уже поняли, к чему я вам все это говорю. К тому, что без использования анаболических стероидов ни одна девушка не станет мужеподобной от тренировок в тренажерном зале. Ни одна. Те ужасы, которые вы видите в журналах или где-то там по телевизору, это все химия, это использование фармакологии, это, если хотите, транссексуалки. Самое забавное, что мне регулярно, ну, практически каждую неделю, раз в неделю, раз в две недели, мне пишет какая-нибудь очень спортивная девушка, которая, видно, по фигуре достаточно давно занимается, с просьбой сделать сюжет о спортивной фармакологии для женщин. То есть, ну, открытым текстом меня просят научить девушек использовать анаболические стероиды, мужские половые гормоны. Понимаете, для кого-то это дико звучит, для кого-то это звучит нормально, но я всегда отказываю. И более того, в будущем я не собираюсь ничего такого делать, потому что это резко противоречит моим представлениям вообще о женщине, о женственности и о красоте. Я, как бы, мог очень много чего рассказать по этому поводу. Более того, знаете, меня часто так соблазняют, говорят, а вот мне пишут мужские курсы. И, естественно, с помощью этих мужских курсов я вынужден губить свое здоровье. А вот ты напиши женственный, женский курс, ты тем самым людям поможешь. И я давно пришел к выводу, что если хочешь помочь, то лучше отговори. Потому что ей поможешь, там, напишешь чуть-чуть, и в конце концов там будет вот столько, и в конце концов это будет мужик, а не женщина. И непонятно, зачем это человеку нужно. Вот совершенно непонятно. Ладно, там, если мужик, там, какой-то он еще контракт получит, а женщина. Я не знаю ни одной серьезной культуристки из России, которая бы получила классный контракт, и тем самым оправдано было использование мужских половых гормонов для нее. Поэтому я всегда выступаю резко против. А доходит же до абсурда. Мне сейчас пишут, там, в полной уверенности, девчонки, о том, что в бикини, чуть ли это уже не правило сейчас фармакология, в бикини. Не в фигуре, а в бикини. Не в культуризме, но там понятно. В бикини, говорят, уже, ну, без фармакологии никак. Да куда там, куда, девушки? Оставайтесь девушками. Потому что усы вам не к лицу. Вот. И голос, как у меня, тоже будет не очень. Я, правда, простудился. К чему я все это, в общем-то, вам рассказываю? К тому, чтобы вы не боялись тренировок железа. Никакие даже самые тяжелые веса и нагрузки не сделают вас мужеподобны без использования мужских половых гормонов. Никакие. А для того, чтобы вы убедились в этом, я сделал одно очень интересное интервью с девушкой, у которой очень тяжелые силовые нагрузки. Ну, и надеюсь, вам будет интересно его посмотреть. Здравствуйте, друзья. У нас сегодня очень необычный гость. Это очаровательное создание, которое сидит справа от меня, зовут Марьяна Наумова. Эта девушка интересна тем, что она не просто очаровательна, она еще и очень сильна. Марьяна Наумова. Обладательница, если я не ошибаюсь, почти 15 мировых рекордов в жиме штанги-лежа. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Марьяна, почему все-таки жим-штанги? Я с 4-х лет занимаюсь спортивной аэробикой, то есть я с детства спортивный ребенок. Жим-лежа, скорее всего, потому что занимается ему мой папа. Я поехала с ним на соревнования, мне очень понравилось. Я посмотрела, как выступают другие спортсменки, болела за папу и решила попробовать. А папа не дает ничего другого делать? Приседать, тянуть? Я делаю эти упражнения в качестве фитнеса, потому что это база. Я развиваю все группы мышц, делаю с небольшими весами. А какие были у тебя ощущения, когда ты первый раз выступила на соревнованиях? Тогда мне было всего 10 лет, и такая маленькая девочка с косичками. Тогда мне не получилось выжить 40 килограммов, я выжила 37 с половиной. Я тогда очень расстроилась, подошла к папе, обняла его и заплакала. А собственный вес какой был тогда? Тогда я выступала в категории до 44. Не помню, какой собственный, но категория была такая. Ну, то есть фактически где-то ты пожаловала свой собственный вес. Да, а вскоре, через 2 месяца я уже выступила на Украине. Я выжила 50 килограммов, обыграла по абсолютке взрослых женщин. И такая маленькая девочка стояла на пьедестале, а взрослые женщины стояли и грустили. Вот видите, многие до сих пор, позанимавшись несколько лет, не могут пожать собственный вес. А тут девочки. Кстати, я слышал, у тебя есть несколько таких интересных титулов. На тебя называют принцесса штанги. Жимовой монстр. Я что-то про муравья, да, слышал. Почему муравей? Потому что муравьи поднимают больше своего собственного веса. Так меня назвали украинские журналисты, где-то в газете написали. И вот теперь все эти ко мне прозвища приклеились. Где же такие муравейники, ребята? Я не в курсе просто. Скажи, пожалуйста, как ты обычно тренируешься? То есть ты только на каждой тренировке делаешь жим, штанги, лёжа? Или у тебя идёт какая-то подсобка? Или ты чередуешь как-то тренировки? Я занимаюсь три раза в неделю, по полтора часа. В основном у меня моё соревновательное упражнение – жим лёжа. Я его делаю в начале тренировки, а потом я занимаюсь фитнесом, качаю все группы мышц. Приседания, становая тяга – такие простые упражнения. И гантельками люблю помахать. Я тоже люблю гантельками помахать. Класс. Как относятся одноклассники? Ну, наверное, в курсе, ребята, чем ты занимаешься? Боятся, обходят стороной? Или там один другому говорит, вот будешь меня обижать, я позову Марьяну, на тебе настучи по кумполу? Как это всё происходит у тебя? Нет, у нас всё в школе как-то проще. Я об этом стараюсь не говорить. И, конечно, все ребята знают, но мы общаемся так, как общались и ранее. То есть, всё как-то у нас там проще в школе. Марьян, ну для тебя, наверное, не секрет, что, в общем-то, многие девушки и женщины относятся очень скептически к таким традиционным силовым видам спорта, там, как пауэрлиссин. А ты бы могла дать какие-то свои оценки на предмет, там, женственность, неженственность? То есть, как ты считаешь, помогает тебе спорт для поддержания внешности, для того, чтобы этот вид деятельности не испортит твою красоту? Вообще, какую ты от этого получаешь пользу для себя? Жемляжа – это моё соревновательное упражнение, но я также люблю заниматься фитнесом. Я считаю, что это очень помогает моей фигуре. Также я делаю кардио-тренировки. Я считаю, что спорт никогда не помешает фигуре, если всё делать правильно, питаться правильно и всё делать под руководством опытного тренера. А давай-ка мы поговорим с твоим опытным тренером. Папа, иди сюда. Я ещё не совсем кормлю. Так и медведь. Вот, друзья, обратите внимание, вот этот вот мужчина заставляет это бедное создание оборочить безумное количество килограмм на тренировках. И вот я хочу ему сразу задать вопрос в лоб. Как так получилось? Что, самому не получается? Надо вот ребёнка привлечь? Случайно, абсолютно. Не с кем было оставить дома. Это реальный факт. Я выступал у Касатова на чемпионате Московской области. Взял её с собой, и она просто в перерыве решила посмотреть, как это жать штангу. Слышал очень много, видела. И реально мимо проходил наш общий друг, дядя Вова. И как-то он так сказал, что вот, чемпионка растёт, а давай-ка её в зал. И подписал книжку ей, пообщался, уделил какое-то внимание. Но я думаю, что такой персонаж, виденный ей только на плакатах и журналах, который дал ей мотивацию. Ну, например, отца, увиденное, всё это в комплексе сработало. И буквально через дня три мы с ней уже пошли в зал. А с этого всё началось. Вот так вот, милые мамы, не бойтесь отдавать своих чат с папами на соревнования. Они, может быть, сделают и что-нибудь хорошее, если вы отдадите. А какие вообще планы у вас? Есть же какие-то, вы планируете там что-то побеждать? Вы знаете, я, может быть, открою, скажем так, секрет для общей массы, но не секрет для нас. Мы уже некоторое время работаем, скажем так, больше в общественном плане. То есть рекорды уже нужны, в частности, как для поддержания интереса к этому. У нас активные планы на общественную деятельность, активные планы на популяризацию спорта. У нас есть планы на… не буду пока раскрывать, но в России, возможно, скоро будет создан некий проект под эгидой Росмолодёжи. Наконец-то проект о спорте, проект для спорта, проект для подростков в спорте. Я думаю, что мы примем активное участие. Ну, понимаете, рекорды, я же вижу, есть некий предел. Физиологический. Мне самому уже страшно видеть, как я подаю ребёнку 120 килограмм, которые я, когда устаю, там, или что там, мне самому тяжеловато. Да, как бы, я не так легко выжимаю. Вот. Я просто иногда пугаюсь лично этого веса, когда я отпускаю руки, и она выжимает. И поэтому я думаю, что рекорды скоро уже перейдут в несколько более полезный практически русло. В социальную сферу. Да, да. Ну, это очень важно тоже, на самом деле. Я понял. Так что, друзья, будем развиваться, будем совершенствоваться, будем стараться, правильно? Да. Спасибо вам за интервью. Спасибо, что мы сейчас находимся в Киеве. Ребята просто ехали из Крыма. Сейчас 7 часов утра, они не выспались. Я их практически заставил, затащил на пруд рядом со своим домом. И они тут мне всё это рассказывали. Большое спасибо, что нашли время приехать. Спасибо вам, что пригласили. До новых встреч. Надеюсь, у меня получилось уменьшить количество ваших сомнений по поводу силовых тренировок в тренажёрном зале. Идеал женственности – это такая штука, которая постоянно меняется и зависит от окружающих представлений. Например, в конце 1890-х годов в Америке была такая известная актриса Лиан Рассел. Она весила 90 килограмм. И это считалось таким, знаете, эталоном женской красоты. Постепенно эталон начал худеть. Ближе уже к нашему времени он начал приобретать более спортивные формы. Но и сейчас он выглядит принципиально, не так, как он выглядел сто лет назад. Я это говорю к тому, что всё меняется. И над всем можно работать. И тренажёрный зал в этом плане уникальный инструмент. Потому что тренажёрный зал позволяет вам меняться в тех местах, в которых вы захотите. Так, как вы этого захотите. Но для того, чтобы производить эти изменения, вы должны чётко понимать, чего вы хотите. Вот когда человек начинает просто так чем-то заниматься, соответственно, результат у него будет просто так. Никакой. Вы должны визуализировать свою цель. Ваше четвёртое задание на следующую неделю будет заключаться именно в этом. Вы должны очень чётко, скрупулёзно представить себе, какую фигуру вы хотите. Больше ягодиц и меньше. Больше тания меньше. А какую прослойку жира вы хотели бы иметь на своём теле. Как должны выглядеть ваши руки. Как должны выглядеть ваши плечи. Вначале вам будет очень сложно. Но если вы будете каждый день над этим задумываться. Если вы будете не просто листать журналы, а примерять фигуры тех спортивных девушек, которые вы видите в этих журналах на себе, то со временем картинка у вас будет складываться. То есть картинка у вас самой идеальна. Это очень важно. Потому что когда у вас будет чёткая визуализация, она будет вас стимулировать к чётким, спланированным действиям. Вот допустим мы на прошлом занятии рассматривали, как правильно делать приседания для того, чтобы тренировать ягодичные мышцы. Потому что красивые тренированные женские ягодичные мышцы это сексуально. Соответственно вы получили уже один очень мощный инструмент. И вы уже думаете, хотите вы побольше, хотите вы поменьше, а сколько там должно быть жира. И для того, чтобы это всё будет влиять на тренировочные нагрузки и на питание, которое мы будем использовать. Но для того, чтобы это регулировать, вы должны понять вашу цель, куда вы идёте. Вот в этом ваша задача. Старайтесь не просто там ставить что-то невыполнимое, а учитывайте свою генетику. Ваш рост, ваша ширина костей. Подберите какую-то девушку, которая максимально на вас похожа генетически. И вам нравится, как она выглядит. Или может быть вам нравится, как она выглядит, но вот там вы хотели чуть побольше. То есть будьте реалисткой. Выберите тот образ, который в принципе достижим. Определитесь с ним, зафиксируйте его у себя в голове. И тогда нам будет просто проще работать, потому что мы будем знать, куда мы идём. Визуализация очень важна. Когда человек вот просто так, ну не будет ничего. В этом ваше задание на следующей неделе. Сформируйте у себя в голове чёткую визуализацию того, как вы хотите выглядеть в будущем, благодаря нашим тренировкам. Ещё раз напомню, это четвёртый выпуск. В первом выпуске мы научились стандартизировать свой рацион. Во втором выпуске мы начали его постепенно сокращать. В третьем выпуске мы рассматривали правильную технику приседаний для ягодиц. В четвёртом сегодняшнем выпуске я поставил перед вами задачу визуализировать своё представление о желаемой фигуре. Я надеюсь, что вы продолжаете выполнять те задания, которые мы прошли в первом, втором и третьем уроках. Потому что первые два урока, в общем-то, вы используете постоянно это наше питание. Вы продолжаете каждую неделю вставать на весы и смотреть. То есть, хотите вы худеть, не хотите. Если вы хотите худеть, то значит ваши потери должны быть полкилограмма, килограмм в неделю. Если мы не худеем, мы чуть-чуть сокращаем углеводы. Если мы худеем больше, чем на килограмм, мы можем, наоборот, чуть-чуть добавить углеводы. Но, так как у вас рацион постоянный, вы можете легко контролировать этот процесс. Если вы вдруг сегодня случайно включили этот сюжет и начинаете смотреть, я не рекомендую вам это делать. Лучше начните с самого первого сюжета. Потому что нужно всё делать последовательно. Иначе потом даже самые простые вещи для вас кажутся очень сложными. Хорошо, милые девушки, я хочу не то чтобы извиниться. Я, в общем-то, не обещал, что выпуски будут каждую неделю. Я запланировал регулярно делать для девушек выпуски, обучающие, постепенно, от простого к сложному. Но я не могу их делать очень интенсивно, потому что у меня ещё идёт очень много других проектов. И у меня просто не хватает времени. Так что наберитесь терпения. И если, допустим, на следующей неделе нет сюжета, то это значит, что просто вам дано две недели для выполнения предыдущего задания. Потому что меня спрашивают, когда следующее, когда всё, когда третье, десятое. Всему своё время. Всему своё время. Мы будем очень материалистически подходить к тем задачам, которые будут поставлены. Поэтому ничего не пропускайте, всё слушайте. Мне периодически пишут какие-то ужасные вещи. Вот пишет девушка, допустим, вот я не могу похудеть там-то, там-то и там-то. Ну я всё делаю как положено, а вот не худею. Вот мистика, знаете. Знаете, типа я вот сократила рацион, сокращаю рацион, а не худею. Но вот вы в такое верите? Это что-то мистичное, это волшебство. Скорее всего обманывает эта девушка. Вот. Потому что тут есть два элемента. С одной стороны вам нужна информация, с другой стороны вам нужна реализация этой информации. Что касается информации, это моя задача, я вам это даю. Но извините, уже реализация это ваша сторона. Это как бы комплексный процесс. Я не могу вам залезть в голову, там, и ограничить вас, если вам чего-то очень сильно захотелось нарушить. Это уже в конечном счёте всё зависит от вашего желания. Кто-то человек очень хочет что-то получить, и у него это получается, потому что он делает. Кто-то нет, у него не получается. Но вот если у вас что-то не получается по причине того, что вы нарушаете правила игры, то, пожалуйста, не нужно мне там какую-то мистику рассказывать. Типа, я там ничего не ем и всё равно не худею. А, расскажите это тем ребятам, которые в Освенсуме там находились больше года. Они почему-то худели, непонятно. Вас бы, наверное, в Освенсуме набирали. Извините за такой сарказм жестокий. Вот. Но иногда просто достают. Впереди очень много интересного. Оставайтесь с нами. Вот там справа от меня два замечательных квадратика. Вам лучше всего подойдёт тот, который в самом верху. Потому что если вы на него кликнетесь, вы подпишетесь на обновление на нашем видеоканале. То есть в следующий раз, когда вы заходите себе на YouTube, у себя в новостях видите мой новый видеосюжет, если он выйдет. Вот. Ну а нижний квадратик тоже, в принципе, можете подписаться, можете нет. Это квадратик для наших подпольщиков, для нашей секты. Чаще всего туда жмут мужчины. И таким образом они получают от меня весь набор всех видеосюжетов и статей каждую неделю, которые я выпустил. Это вот такая вот удобная штучка. Ну, в общем-то, на сегодня всё, что я хотел сказать, я сказал. Я вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила.